всем привет меня зовут мария добро пожаловать на мой канал сегодняшнее видео я решила посвятить пустым банком сайта iherb собственно те средства которые я уже использовала и рассказать о своих впечатлениях возможно мой опыт использования поможет кому-то выборе продуктов с этого сайта значит так я начну со средства лосьон тонер гликолевой кислотой и рой башен он мне абсолютно не понравился по крайней мере на моей коже он не делал ничего особенного хотя его много кто хвалит какой-то эксплуатации какого-то супер очищения я не чувствовала от этого тонера я ему конечно использовал до конца и в общем то все время ждала и ждала что что-то произойдет но ничего не произошло но хочу заметить такую вещь что очень часто наше впечатление о тех или иных продуктов продуктов зависят от времени года от состояния нашей кожи поэтому ну то есть я бывает даю шанс каким-то продуктом 2 но тут я использовала весь флакон полностью и здесь 175 миллилитров но прям не зашел он не я конечно его добила ну то есть это не то чтобы за что-то отвратительное как-то на мою кожу плохо влияло но брать заново я его точно не буду поэтому и не рекомендую так следующий тонер фирмы косарекс у меня на него были большие надежды но они не оправдались в плане того что ну это просто обычный такой тоник тонер во первых он идет водичкой а я рассчитывала что это будет типа корейского немножечко такой более гелевый знаете чтобы наносить его на руку и распределять вот так на лицо но у меня это не мне не удалось поэтому я его носила ватным диском протирала лицо лицо шею и он у меня очень быстро ушел чему я честно сказать даже не прямо рада потому что это просто обычный тонер возможно из-за того что я рассчитывала на что-то другое а получила вот такую вот водичку поэтому если честно я его повторять не буду смотрите сами так следующее средство достаточно интересно я кстати про него забыла совершенно это энзимная пе энзимная пенка фирмы to cool for school я на данный момент проверила на херп я ее не нашла на данный момент ее нет хотя данный бренд представлен корейский если вдруг будет то я советую ее брать она классная здесь это энзимная пенка то есть она не в виде пудра как мы привыкли у меня сейчас кстати петит фай поэтому ей немножко проще пользоваться то есть не нужно там сыпать этот порошок да его растирать с водой просто она виде такой вот тут уже ничего нет вот с краешку просто обычная как такая густая густая беленькая кремообразная какая-то консистенция в общем пахнет кстати приятно но с нотками вот этой вот энзимный как энзимные пудры у них есть до специфический такой запах какого-то порошка стирального как будто бы вот она классно очищает кожу эксфолирует ну то есть обновлять клетки все вот это убирает весь этот белковый мусор межклеточное пространство и сами клетки старые в общем она замечательная и но ею пользоваться конечно нельзя каждый день как обычной пенкой потому что она энзимная один раз два раза в неделю зависимости от вашей кожи но она классная увидите берите все ссылку а ну ссылку даже не знаю куда ставить потому что я напишу как она называется дальше я вам покажу вот такую штучку это мизон это маска скатка с фруктовыми кислотами ну собственно здесь написано что это apple smooth peeling гель да это яблочная маска гамаши в общем-то вы ее наносите на лицо и дальше такими круговыми движениями начинаете как будто бы умываться вообще я им носила на сухое лицо я слышала некоторые как будто и на влажные наносят но если на влажные она хуже скатывается в общем начинаете вот так и и скатывать скатывать и понятно что это это не кожа скатывается как можно подумать сюда это скатывается сама вот эта маска но понятно там ваша кожа старая какие-то клетки в общем шелушинки там вот тут все она туда скатывается и кожа как бы обновляется но она такая слабенькая да я вообще честно сказать не очень люблю такого плана И также с зернышками, да, вот эти все пилинги, скрабы, так называемые. И опять же, такого рода масочка не подойдет, если у вас есть какие-то воспаления на лице, какие-то прыщики, какие-то еще что-то, чтобы это все по коже не разнести. Хотя кожа после нее, конечно, такая гладенькая, приятная, ну понятно, что все вы там очистили именно как больше механически даже. Понятно, что там есть кислоты, но их небольшое количество, а именно такая механическая скатка. Поэтому кожа гладенькая. Кому такое интересно, ну можно взять, но я, наверное, не буду больше брать. Так, дальше сыворотки я вам покажу. Я их показывала в распаковке, но, собственно, я их уже закончила и могу рассказать свои окончательные впечатления. Давайте начнем с Азолик. Азолик коллаген с серумом для лица. Мои первые впечатления были как бы непонятные, мало того, что меня смутил запах и вообще консистенция. Мне показалось, что он как будто какой-то старый, потому что цвет был мутный и запах был тоже очень странный. Еще раз я понюхала, но у меня уже ничего нет тут. Но по итогу, знаете, она оказалась достаточно приятной. Я не знаю на самом деле, какой у нее прямо эффект коллагена, да. Потому что я все же считаю, что лучше коллаген принимать внутрь. Насколько он там работает на коже, этот коллаген. Я надеюсь, что она как-то работала. Цена ее была абсолютно какая-то маленькая, бюджетная. Плюс она на тот момент, когда я ее закидывала в корзину, она в принципе была со скидкой какой-то большой. В принципе, ничего не могу сказать негативно. Возможно, я этой фирмы Азелик еще попробую какие-нибудь другие серумы или сыворотки. Ничего, за свою цену было приятно в нанесении. Никаких-то негативных у меня, в общем, от нее ничего не осталось. Но именно как в работе, чтобы я видела что-то на лице прямо вау, ну я тоже, конечно же, не заметила. Морщин меньше не стало. Но как-то так. Но неплохо. Дальше. Вот что мне больше понравилось, это сыворотка Мэтт Хиппи. С витамином С. И вообще здесь 8 активных всяких ингредиентов, включая фируловую кислоту, гиалуроновую кислоту. Понятно, что насчет витамина С, она более слабенькая. То есть это не витамин С, например, который я сейчас в Ньютрогена использую, капсулу 20%. Здесь просто это в виде серума с другими компонентами. Но она замечательная, она мне реально понравилась. Она такая приятная, она как-то вот, я не знаю, после нанесения кожи такая как будто бы выровненная, гладенькая. Что-то в ней есть. Но если вы там хотите именно как ее использовать, именно что это конкретно витамин С, то понятно, что здесь маленький процент, и поэтому не стоит на это ставить акцент. Это крем под глазами, для бега, в общем, с пептидами. Вот такой крем. Самое классное, что у него было, это, конечно, дозатор. У меня, вы знаете... А, все, у меня тут ничего нет. Что у меня быстро... Он у меня быстро закончился. Вот в чем дело. Здесь 15 мл. Ну, не знаю, возможно, потому что я делала каждое полное нажатие, распределяла на два пальчика и вот так вот наносила. Вы знаете, у меня зона под глазами, это не моя больная как бы тема. У меня, ну, как-то мимики большой под глазами нет, поэтому я и каких-то мешков особо нет. И, в принципе, у меня строение так вот лица сделано, что у меня нет глубоких впадин каких-то. Ну, есть какие-то синячки, но я считаю, что они приемлемы. Вот, ну, в плане, там, не какие-то глубокие впадины или, там, темные круги. Поэтому он неплохо увлажнял, питал. То есть он... Это не гель, это именно крем, но крем не супертяжелый, не суперлёгкий. Быстро впитывался, не скатывался я макияж на него наносила. По крайней мере, на моей коже он не скатывался. Просто себе такой базовый обычный крем неплохой. И второй крем, который я хочу показать, это фирмы Benton. Я его закончила, то есть я его закончила перед вот этим кремом. Он отличный, он мне понравился. Кстати, он многим нравится. Он также не скатывается под глазами. По консистенции хороший, приятный крем. Он с пептидами. В общем, крем неплохой. И самое главное, что здесь 30 грамм. И он хватило его на достаточно долгое время. То есть я им долго пользовалась. Но мне не очень нравится вот такой вот формат. Потому что в конце было уже тяжело его оттуда вытаскивать. На данный момент я не хочу его повторять. И вот этот вот крем я тоже пока что не хочу повторять. Мне хочется попробовать что-то новое. Прямо супер каких-то вот вау впечатлений у меня от них нет. Возможно, потому что это не моя проблемная зона. Поэтому я не чувствую супер какого-то эффекта. Дальше. Две маски для лица. С кислотами. Опять же я вам покажу. Первая. Это знаменитая маска Andalou Nature. Nature's, да. Гликолевая маска с тыквой и медом. Пишут, что ее нужно оставлять на 10-20 минут и смывать. В общем, я сразу чувствую тут какое количество гликолевой кислоты. Она так нормально жжет. Особенно, то есть нужно аккуратно не класть ее на какую-то такую влажную кожу. Иначе жечь еще больше будет. То есть кожа должна быть полностью сухая. Надо хорошо высушить кожу, а потом наносить эту маску. Вот у меня, вы знаете, у меня здесь осталось на самом деле на последний раз. Но я решила вам уже это показать. Так как, скорее всего, сегодня я уже ее сделаю. И все. Вот. Там у меня прямо капелюшечка. Я ее на 20 минут 100% не могу нанести. Я наношу ее, конечно же, меньше. 10, а то еще и меньше. Но после того, как смываю я эту маску, кожа такая, знаете, немножко покрасневшая. Чувствуется, что там она работала как-то. Конечно, для сухой кожи нужно аккуратно с такими масками, чтобы не сжечь. И потом иначе будет шелушиться вообще кожа. Но она действительно рабочая. Вот это рабочая маска. Так, и такого же плана маска. Джеффри Джеймс, да, Ботаникалс. Тоже масочка с грязью и малиной. Вот она именно реально крутая. Она здесь 6,5% гликолевой кислоты. Еще там есть такие маленькие, как типа косточки вот были. Она у меня полностью закончилась. Пахнет малинкой, пахнет вообще шикарно, приятно. То есть можно ее не просто нанести, а еще немножко так поделать. В общем, типа скраба, да, получится. Ну, их там не очень большое количество, этих маленьких косточек. Она тоже здорово отшелушивает лицо, очищает. Но намного более мягче, чем вот это вот с медом и тыквой. Прям помягче чувствуется. Нет вот этого покраснения после того, как вы смываете ее с лица. Нет чувства жжения. Ну, то есть я ее могла держать подольше, например, до 15 минут. Очень-очень приятная. Вот я бы ее повторила. Но она будет подороже, действительно. И здесь сколько у нас? Здесь 59 мл, а здесь 50. То есть здесь даже оказывается побольше. Хотя, знаете, при нанесении как будто бы ее расходуется больше, чем вот этой. Так мне, по крайней мере, показалось. А может быть, просто потому, что она мне больше нравится. Я ее чаще юзала, ну, наносила. Значит, она также для всех типов кожи. Нежная, классная, запах обалденный. Если будет какая-то на нее хорошая скидка, я ее еще раз возьму. У меня здесь осталось. Я гидрофильное масло доиспользовала фирмой DERMA-E. Оно мне точно так же абсолютно не понравилось. В общем-то, как и тоник, тонер DERMA-E. Жирная, какая-то пленка на лице. Косметику не могу сказать, что прямо супер как-то растворяла. Ну, растворяла, но не так, как, например, мой любимый Хеймиш Олклин Бальм. Неудобно, что нам вот так нужно ее открывать, потом закрывать. В общем, брать. Как, короче, мне важно, как банка открывается-закрывается. В общем, даже она сейчас до сих пор у меня вся какая-то жирная от вот этого бальзама. Несмотря на то, что тут вроде как супер какой-то натуральный классный состав, я ее не буду больше брать. Вы смотрите на ваше усмотрение. То есть, может, кому-то это понравится. Но мне при моей сухой коже, мне казалось, что у меня остается жирная пленка на лице. Я не знаю, как люди с жирной кожей на такое бы реагировали. Наверное, тоже не очень. В общем, я его повторять точно не буду. Не для меня. Но я, конечно, не то чтобы я не хочу дать шанс фирме Дерма-И. У меня так получилось, что я оба средства попробовала, оба мне не понравились. Возможно, я попробую линейку Дерма-И с витамином С. Мне вот прям хочется попробовать. Посмотрим, что будет. Вот что мне понравилось для тела, это я брала вот такой вот... Так, наверное, надо показать. Гель-крем для тела. Фирмы Невея. Да, странно, да, Невея? У нас в Израиле такой именно гель не продают. Это подтягивающий гель-крем, тонизирующий с Q10 и L-карнитином. Он мне действительно понравился. Но он, как бы, дороговат. То есть он стоит в районе 50 шекелей. Здесь всего лишь 189 грамм. Уходит достаточно быстро. Это, знаете, такой голубенький гель. Он очень быстро впитывается, классно пахнет. Кожа прямо реально вот после него такая вот гладкая, приятная и напитанная, увлажненная. Но, знаете, как бы сухая. То есть она не такая, что вы нанесли какое-то масло или крем, а она такая влажная и липкая. Нет. Прям замечательная. Ну, мне понравилось. Мало того, что они тут, конечно, пишут, что тонизирует кожу и подтягивает за две недели. Вот. Я не знаю, в общем, насчет двух недель. Но мне он реально понравился. Эффект, как бы, именно на коже, красивой коже есть. У меня закончились два бальзама для губ. Вишневый и клубничный. Я их все время повторяю. Мне они очень нравятся. Я постоянно пользуюсь. Здесь 15 SPF. Однозначно надо брать. Паста для зубов фирмы вот этой вот ROX. Это сенсационное отбеливание. Я ее закончила еще до того, как начала, на самом деле. Я вот заказала много паст фирмы SPLAT из России. Они мне очень нравятся. И я как бы планирую, я сейчас ими пользуюсь и пока что планирую пользоваться. Мне реально очень понравились. Там разные есть и вкусы, и там и отбеливающие есть, и более сильные, более слабые. Вот эта паста, она на самом деле, конечно же, какой-то, наверное, эффект отбеливания есть, но она достаточно жестковата в плане того, что чувствительность зубов от нее повышена, усиливается чувствительность. Если ей так прям хорошо почистить, то потом края зубов так вот чувствуется. Поэтому нужно быть осторожна с отбеливающими пастами, тем более достаточно вот такими сильными. Так, и пишут здесь, что на полтора тона цвет отбеливается зубов за неделю. Я не буду ее повторять, потому что она реально сильно так действует на чувствительные зубы. Дальше я вам хочу показать. Я брала вот эту вот нитку для зубов. Я ее не посмотрела. Она пластик-фри для тех, кому это важно. Сама нитка лежала вот здесь, прямо в этой коробочке, в бумажке. Я ее, на самом деле, еще до конца не использовала, эту нитку. Ее просто невозможно использовать, потому что она без вот этой вот пластиковой штучки. И поэтому нужно всегда иметь рядом ножницы для того, чтобы эту нитку отрезать. Ее оторвать вообще невозможно. То есть она такая крепкая, я не знаю, из нее вязать, наверное, можно, шить. Вот, хотя, ну, то есть для тех, кто приветствует, в общем, такую органическую нитку без пластика, то это, видимо, здорово. Но это неудобно. Ну, реально, вот что я могу сказать. Это неудобно. Ну, а на этом все. Спасибо, что смотрели мой ролик. Ставьте лайки и увидимся в следующем видео. Кстати, хотела добавить, я этот ролик снимаю уже с четвертого раза. Сегодня пыталась снять его три раза. Три раза звучала сирена, тревога, ну, сирена. И мы бегали, убегали из квартиры, поэтому мне не удавалось снять этот ролик. Но я решила, что сегодня я поставила себе такую задачу. И рада, что я все-таки его сняла. Все будет хорошо у нас в Израиле. И увидимся в следующем ролике. Всем пока!